В ООО назвали позитивным шагом решение по гуманитарным коридорам в Алле. По начале операции объявили Минобороны. Для выхода из крупнейшего города страны будут созданы три коридора для мирных жителей. Один для боевиков, пожелавших сложить оружие. Несмотря на то, что только за последние трое суток 77 сирийских населенных пунктов подписали соглашение о перемирии, говорить о стабилизации обстановки в Сирии, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, пока еще рано. Есть и печальная статистика. Только за два последних месяца совершено 8 террористических актов с участием 21 смертника, в результате которых погибли 500 человек и около 2000 раненых. В результате города Алеппо и его пригороды оказались в сложной ситуации и подходят к критической гуманитарной обстановке. В связи с этим необходимо поручение президента Российской Федерации сегодня совместно с сирийским правительством приступить к проведению масштабной гуманитарной операции по оказанию помощи мирному населению Алеппо. Предлагаем международным гуманитарным организациям, работающим в Сирии, присоединиться к данной операции. В местах гуманитарных коридоров будет теплая пища, а также первая медицинская помощь. Также будут сформированы и лагеря для беженцев. Что касается бывших боевиков, которые согласились сложить оружие, то они также могут воспользоваться всей помощью. И в случае того, если они не запятнали свою репутацию военными преступлениями, то они будут полностью амнистированы. При этом также на севере Алеппо будет открыт четвертый дополнительный коридор, но он уже для вооруженных боевиков. Хочу подчеркнуть, что на этот шаг мы идем исключительно в целях обеспечения безопасности жителей Алеппо. По-прежнему надеемся получить от наших американских коллег координаты районов, где расположены формирования сирийской свободной армии и отряды умеренной оппозиции. Хотелось бы также понять, каков облик отрядов умеренной оппозиции. О конкретных маршрутах выхода из города по гуманитарным коридорам население будет проинформировано через СМС-сообщение посредством громкоговорителей или же листовок. Также помощь будет оказывана и тем мирным жителям, которые заблокированы боевиками и не смогут выйти из города. Для них вся эта помощь будет десантирована при помощи авиации. Ну и в заключении Сергей Шойгу подчеркнул, что вся эта операция, она организовывается в поддержку правительству Сирии и в том числе призвал к помощи и к сотрудничеству также и американских партнеров. Александр Акишин, Алексей Аносов, Live. Спасибо.